Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос юристу». Как всегда, по вторникам мы обсуждаем злободневные вопросы правовой сферы. Сегодня мы говорим о правах автовладельцев. В студии Екатерина Грицыенко и юрист-консульт компании «Юроктив» Николай Быков. Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, нарушение прав автовладельцев происходит как со стороны государственных структур, коммерческих организаций, автосалонов, в конце концов, но далеко не все обращаются к специалистам. Поэтому давайте попробуем ответить на наиболее распространенные вопросы автовладельцев. Итак, автовладелец попал в ДТП. Как грамотно нужно вести себя, чтобы виновник впоследствии максимально возместил ущерб? Для этого нужно будет вызвать сотрудников полиции, то есть инспекторов ГИБДД, которые зафиксируют все повреждения автомобиля и вынесут соответствующее постановление о привлечении виновных лиц в данном ДТП. Важно, чтобы были отражены максимально все повреждения в справке ДТП. Данная справка и постановление поможет определить весь круг возмещения по автомобилю, что в последующем будет являться основанием для правильной калькуляции, то есть выплаты страхового возмещения потерпевшим. То есть, так сказать, до обращения в страховую, компанию нужно соблюсти своеобразный порядок. В последующем это будет служить основанием для выплаты в полном объеме. То есть нужно сразу вызвать полицию? Да, инспекторов ГИБДД, которые составят схему ДТП, справку, вынесут соответствующее постановление. А в каких случаях нужно обращаться в страховую, чтобы получить возмещение ущерба по ОСАГО? По ОСАГО, чтобы обратиться именно в свою страховую компанию, нужно при этом, так сказать, ряд условий. То есть, во-первых, это должно быть ДТП, в котором участвуют два транспортных средства, и при этом нету именно вреда здоровью человеку. То есть, если есть имущественный вред, и в ДТП участвуют два транспортных средства, вы имеете право обратиться в свою страховую компанию ОСАГО для выплаты страховки. А в других случаях нет? В иных случаях можете обратиться только в компанию виновника. А если можем ли мы требовать возмещения и показкой по ОСАГО возмещения ущерба? На самом деле нужно будет просто определиться, куда будет выгоднее обратиться потерпевшему, то есть страхователю. Нельзя обращаться именно сразу в обе компании, то есть нужно определиться, в какую именно вы захотите. То есть, КАСКО компенсирует полностью весь ущерб, а ОСАГО лишь в пределах той страховой суммы, на которой застрахована ответственность. А как можно подрасчитать, куда выгоднее обратиться? Ну, подрасчитать нужно, во-первых, если вы сомневаетесь в стоимости, нужно провести экспертизу оценочную, которая покажет вам, именно какой ущерб причинен вашему автомобилю, и там уже будет видна сумма. Соответственно, с соответствующей суммой вы можете уже обращаться в компанию либо КАСКО, либо ОСАГО, то есть где вам будет компенсировано полностью. А если такая ситуация, инспектор ГИБДД не указал все повреждения в справке, затем автовладелец обращается в страховую, страховая, соответственно, не может возместить эти повреждения, поскольку они не указаны, отправляет обратно в ГИБДД. Там, в свою очередь, отказывает. Что делать? В таких ситуациях мы советуем обращаться в независимую экспертизу, где именно специалисты, эксперты проведут свое исследование и установят, причинен это повреждение именно в данном ДТП или нет. То есть соответствующее исследование, отчет будет являться основанием для выплаты именно в части, в которой страховая компания не доплатила. То есть нужно обращаться к независимой экспертизе. Николай, что делать, если страховая действительно не доплатила ущерб? В случае, если страховая не доплачивает ущерб, во-первых, нужно, опять же, получить соответствующие именно акт осмотра транспортного средства, с данным документом нужно будет обратиться в оценочную организацию для оценки стоимости восстановительного ремонта. Будет подготовлен отчет, с которым можно будет обратиться с претензией в страховую организацию по истечению срока, там, обычно 10 дней. Если страховая компания не выплачивает, уже обращаемся в суд для взыскания страховки. Обязательно писать претензию, прежде чем обращаться в суд? С недавнего времени, с 1 сентября 2014 года, по ОСАГО, претензия является теперь обязательным досудебным порядком. То есть без наличия претензии судебные инстанции оставляют без рассмотрения такого рода иски. По КАСКО, прямо в самих правилах страхования, там прописан досудебный порядок. Ну вот вы упомянули изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября 2014 года. Положительно ли это сказалось на правах автовладельцев? На самом деле, изучив изменения, которые вступили в силу, мы пришли к выводу, что да, положение автовладельцев страхователей укрепилось, так как данный закон, во-первых, сокращает сроки для страховой выплаты. Раньше срок для выплаты составлял 30 дней с момента обращения с заявлением. Теперь этот срок сократили и составляет 20 дней. Это существенно сокращает срок для выплаты. А также теперь идут дополнительные штрафные, так сказать, санкции в отношении страховых компаний. То есть раньше предусматриваясь за каждый день просрочки выплаты неустойка, то теперь предусматривается не только неустойка, но и еще дополнительная штрафная санкция за каждый день просрочки именно непредоставления письменного отказа в страховке. Возвращаясь к вопросу о суде, на что автовладелец может рассчитывать, подав документы в суд? Подав документы в суд, автовладелец может рассчитывать, во-первых, на компенсацию страховки, всех затрат, понесенным им при обращении в суд, то есть на составление самого отчета по экспедиции.